Специальные модели для вейфрайдинга настроены оставаться стабильными и способны управляться при ослаблении натяжения остров, приближая катание с кайтом к чистому серфингу. При этом приходится пожертвовать общей тягой для большей стабильности купола. Кайт КБВ3 от Бэйскайтборни 2015 года это гибридный купол с тремя поперечными баллонами, отлично проявил себя на соревнованиях по вейфрайдингу. Современная жесткая и долговечная ткань с двойным рипстопом для натяжения заднего края используют салаты. Внешне крыло напоминает популярный дайс от Норс, только с меньшим удлинением. Стабильный купол имеет большой диапазон и отлично подходит для фрирайда. Достаточный ветер КБВ уверенно идет в лавировку, приведение планки к себе заметно увеличивает тягу и не требует сильно разгоняться. Управление типично для современного гибрида с точной обратной связью. Тяга ожидаемо увеличивается при развороте, прыжки с переводом кайта с хорошим контролем. В сравнении с Норс Дайс подхват менее резкий, его удобнее совмещать с отталкиванием. Плавный депауэр не требует постоянно тянуть планку, и комфортное зависание на Кабо понравится опытным райдерам для эйрстайла. Триммер в новой планке от Бест легко ограничивает тягу для катания на руках. В общем, прыгать ванхокет несложно, но уменьшение тяги после отталкивания выражено меньше. Кабо настроен оставаться стабильным при провисании строп, и конечно у Бест есть более интересные модели для перехватов. Короткая поддержка переднего края позволяет избежать запутывания при падениях, ускоряя перезапуск с воды. При необходимости стабильность большим депауэром Кабо можно использовать и при обучении. Выражено увеличение тяги при приведении планки. Достаточный ветер отлично подойдет для первых стартов. Новый Кабо В3 от Бест скейтболинг 2015 года – удачное сочетание устойчивости при дрифте с точным управлением и большим ветровым диапазоном. Будет интереснее не только для поклонников продвинутого вейфрайдинга, но и для широкого круга райдеров – от агрессивных новичков до опытных райдеров, которые смогут оценить качественный фрирайд, даже если рядом нет больших ломб. Но если вы собираетесь использовать Бест Кабо при умеренном ветре, то берите размер больше, чем обычно.